Двор дома 10Г по улице Зеленой поражает своим ухоженным видом. Вячеслав Гладков, совершивший объезд вместе с членами оценочной комиссии конкурса общественных инициатив «Наш цветущий двор», признался, что не ожидал такого результата. Три года назад никто об этом не говорил, никто не занимался, согласитесь. А сейчас у нас появляются какие дворы? Вообще супер. Я даже не представляю, кто может быть лучше вас. Оказалось, что и другие дворы ни в чем не уступают победителям прошлогоднего конкурса. Жильцы домов по улицам Ленина Комсомольской спортивной проспекту «30-летие Победы» с удовольствием демонстрировали мэру не только растительные шедевры, но и собственноручно изготовленные элементы декора. Там рябины посажены. А заборчик кто он ставил? Муж. Муж? Вообще супер, супер, супер. Муж в гараже собирал, потом сюда прибавил. Забор – это песня. Жители дома номер 11 по улице Комсомольской поделились своим видением любимого двора. Они ни много ни мало видят двор цветущим садом. У меня вообще задумка сад посадить. Я хочу сюда вот хорошие, милитные, покупать деревья и сажать, чтобы сад. Давайте, я согласен. Убираем тополя. Убираем тополя. Убираем? Убираем. Глава администрации пообещал помочь подключить комбинат благоустройства. Три машины вот этой торфяной смеси, которую используют у себя, он сейчас уже меняет на систему капельного полива. Поэтому пусть он, машины 3-4, если будет больше возможностей, пусть больше привезет. Договорились. Три машины грунта к концу октября. Почистим бетонную площадку и ставим бордюр. В планах оборудовать дома по проспекту 30-летия Победы под весным кашпо с цветами. Все, что потребуется от жильцов, не забывать вовремя поливать растения. 15 на 4, 60. Что 60, что кашпо. Вот. И мы их сюда вешаем. Мы землю, мы петунью. А они поливают. А парни оттуда тогда брать? Квартира. Квартира? Да. Здесь мы, ну а здесь. У каждого будет горшок там на... А куда? Каждый поливает с балкона. Инициатива приветствуется. И если каждый горожанин будет прилагать все усилия к украшению собственного двора, Заречный надолго сохранит славу самого зеленого города в Пензенской области. Маргарита Кадацкая, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».